Добрый день! Сегодня мы находимся в городе Слоним. Это объект Санта Ритейла, который будет открываться буквально на днях. Торговая площадь магазина порядка 400 квадратных метров. На данном объекте установлено наше оборудование. Это субститическая система холодильная, работающая как на СО2, так и на традиционном холодагенте РС-34А. Предлагаю пройти внутрь и ознакомиться с расстановкой оборудования и как все устроено. Пройдемся! Мы находимся внутри магазина. Сейчас происходит активная выкладка товара. Слева от меня находится среднетемпературное оборудование, установлено, смонтированное. Справа от меня находятся низкотемпературные бонеты, которые работают непосредственно на углекислоте на нашей. Сердцем всего этого является компрессорное оборудование, которое у нас стоит непосредственно за пределами магазина. Все работает автоматически. Людей нет, холодильщиков нет. Пока все морозит, все хорошо. Чтобы достичь поставленных целей, наша компания придерживается определенной стратегии. Это расширение сферы и географии нашего бизнеса. Это оптимизация логистики, закупки и поставки товара. Это надежные и проверенные партнеры. Это получение лучших цен от поставщиков и производителей, благодаря оптовым закупкам. Кейс нашей компании постоянно пополняется договорами на поставку комплектующих от партнеров мирового уровня. Это такие компании и бренды, как Danfoss, Dorian, Bidzer, Refra, Güntner, Ser, Carrier, Eleval, Caplex, Ericom и другие не менее уважаемые компании. Тут у нас находится среднетемпературная камера. Это среднетемпературная дверь. Как мы видим, у нас это откатной механизм. Работает эта камера на 134-м газу. Можно также заглянуть внутрь и посмотреть, что там. Тоже видим шторки, воздухо-хладитель. Тоже все работает как часы. Далее мы видим еще одну среднетемпературную камеру. И хочу обращать внимание, у нас также имеется автоматический шкаф управления с нашей автоматикой, ну и в принципе наша разработка. Основную роль в процессе производства агрегата занимает его проектирование. На это уходит очень большое количество времени, мы стараемся всеми силами его сократить. Задача проектирования состоит именно в том, чтобы получить на бумаге, в компьютере наиболее готовое, полное описание агрегата, которое получится у нас на выходе, чтобы избежать ошибок уже в металле. Для этого у нас очень серьезное внимание уделяется процессам моделирования, проектирования. На предприятии используется система твердотельного проектирования, которая позволяет в компьютере иметь модель абсолютно готового агрегата, который получит заказчик. Это позволяет ускорить сам процесс производства и заказчику на выходе получить готовый качественный продукт. Сейчас мы находимся на крыше надкомпрессорной. Здесь установлен конденсатор с вертикальным продувом воздуха. Как мы видим, вокруг находятся жилые здания, поэтому здесь выбраны малошумное исполнение конденсаторов с техоходными вентиляторами, позволяющие эксплуатировать холодильную машину без каких-то проблем от санстанции и жителей. Основой и фундаментом нашей компании являются, конечно же, люди и их индивидуальные способности. Наша компания придерживается определенных принципов в своей работе. Это принцип справедливости, честности и взаимоуважения. Наша компания отличается молодой энергетикой. Тут работают десятки людей, но когда наша компания берется за работу, мы превращаемся в единый, живой, надежный механизм. Мы находимся в компрессорной и я вам хочу показать, как устроена наша холодильная машина. Она выполнена в двухъярусном исполнении. Верхний каскад на нижнем ярусе, нижний каскад на верхнем. При входе сразу видим жидкостной ресивер Хладаген ТРС-34. Вверху мы видим аварийную холодильную машину, позволяющую не допустить срабатывания предохранительных клапанов в жидкостном ресивере. Панель с коллекторами давления для сервиса, позволяющая увидеть все давления, настроить присоставку, увидеть состояние датчиков холодильной машины. Это каскадная холодильная машина. На верхнем каскаде у нас используется Р-134А, на нижнем каскаде Р-744. Объединяющим элементом является испаритель-конденсатор, который позволяет нам добиться полной конденсации СО2 в районе минус 5 градусов. Давление в системе составляет порядка 35-40 бар на верхней стороне Р-744, в районе 12 бар на нижней стороне. Р-134 классические давления в районе бар на нижней стороне и в районе 10-12 бар на верхней стороне. Отличительной чертой данной машины является установка газоохладителя на нижнем каскаде для снижения температурного напора на испаритель-конденсаторе, что значительно продлевает его срок службы. Мы используем мировой опыт лидеров холодильной отрасли. Наши специалисты постоянно обучаются лучших. Это позволяет нам развиваться, предлагая на рынок конкурентный продукт. Технический процесс постоянно совершенствуется. Мы стараемся максимально глубоко и детально прорабатывать проектную часть. Мы уделяем большое внимание проектированию, автоматизации систем проектирования для того, чтобы выдать наиболее качественный продукт в максимально сжатые сроки, при этом предложив его по конкурентной цене. Следует помнить, что СО2 это газ тяжелее воздуха. Он не токсичен, бесцветен, не имеет запаха. Однако при высоких концентрациях может быть опасен для человека. Поэтому компрессорных необходимо предусматривать в обязательном порядке как принудительную, так и аварийную вентиляцию, обеспечивающую безопасное удаление СО2 и создающие условия для работы здесь персонала. Для слежения за уровнем СО2 в данной компрессорной установлены датчики, позволяющие как предупреждать, так и сообщать о критических авариях данной машины. В случае критических аварий в данной холодильной установке предусмотрен аварийный агрегат с блоком бесперебойного питания, который позволит в случае отключения основных машин поддерживать давление в жидкостном ресивере. Это позволяет избежать преждевременных выбросов углекислоты из системы. Однако даже если машина не справляется, на данной системе установлены предохранительные клапаны, осуществляющие безопасный сброс давления из системы. А в дальнейшем при подаче питания сервисные бригады оперативно заполняют данную машину. Данный хладагент на сегодня стоит очень дешево, поэтому данные выбросы не приводят к серьезным затратам. Парк нашего оборудования постоянно обновляется, позволяя нам делать те операции, которые до сегодняшнего момента были невозможны. А те операции, которые занимали ранее очень большое количество времени, выполняют значительно быстрее и на новом уровне качества. Это позволяет нам использовать современные хладагенты и следовать новым мировым инициативам. У нас разработана и внедрена система сквозного контроля качества. Это позволяет проверить абсолютно каждый агрегат на все необходимые параметры. При разработке данного проекта заказчикам была поставлена задача добиться максимального энергоэффективности от холодильной машины. Поэтому мы предусмотрели не только наиболее современное энергоэффективное оборудование с точки зрения холода, но также нам удалось реализовать потенциал тепла, который в противном случае выбрасывался бы на улицу. В данной бочке установлены теплообменники, использующие теплоту с конденсацией и нагревающие горячую воду, закрывая полностью все потребности по горячему водоснабжению объекта без использования внешних энергоресурсов. В холодильной машине используются преобразователи чистоты для компрессоров, позволяющие очень точно поддерживать давление отсасывания, тем самым экономия электроэнергию и позволяя стабильно работать холодильному оборудованию потребителей, установленных в зале. Для нас клиент, будь то организация или завод-изготовитель, это прежде всего люди. Мы все понимаем, что работу можно сделать здесь и сейчас и получить 7-минутный результат. Но есть и другие пути с перспективой на долгосрочные отношения. Мы стараемся понять клиента, понять его задачу, понять, как он мыслит, найти какие-то точки соприкосновения и какие-то, возможно, нестандартные решения именно для конкретного клиента. Самое дорогое, что у нас есть, это время. И ZIP24 постоянно ищет пути оптимизации всех процессов, как в работе с клиентами, так и на производстве. Поэтому ZIP24 постоянно оптимизируется, находят кратчайшие пути решения любых вопросов. Электричный шкаф, представленный здесь, собран на качественно-невропейском оборудовании и позволяет работать в машине в любых режимах работы. Данный шкаф оснащен электросчетчиком, позволяющим видеть, насколько энергоэффективно данное оборудование. В шкафу реализовано максимальное количество защит, позволяющее отрабатывать любые нережимные процессы эксплуатации. Все механизмы состоят из деталей. Наша компания состоит из наших дорогих сотрудников. С ростом компании увеличивается и количество сотрудников. Что самое главное, когда приходит новый человек в коллектив? Это чувство комфорта. Это позволяет человеку в дальнейшем раскрыться, как в человеческих, так и в профессиональных качествах. И тут для каждого нужно найти баланс свой у себя внутри. Где-то творчески подойти к процессу, либо где-то следовать каким-то регламентам внутри фирмы, потому что баланс всегда важен. Вопросы возникают всегда в процессе эксплуатации, но мы всегда на связи и готовы помочь клиенту в любой момент. Нам очень приятно получать обратную связь о том, что уже в процессе эксплуатации заказчик убеждается, и зачастую даже видят, как наши расчеты перевыполняются у него на объекте. Вот когда проезжаешь по республике, чувство возникает удовлетворения, что вот смотришь, едешь, вот здесь строили, здесь строили, здесь делали, здесь делали. И просто перед глазами стоят картинки. Ну и понимаешь, что занимаешься очень нужным, хорошим делом. За прошлый год у нас выполнено более 10 объектов такого плана. И лишний раз на объекте мы все убедились, что все работает так, как оно должно работать. И это радует, ну и значит, мы на верном пути. Вот и подошла наша небольшая экскурсия к концу. Вы увидели все сами своими глазами. Оборудование работает хорошо, каждый получил то, что хотел. То есть покупатель у нас свежие продукты, заказчик слаженно работающее оборудование, ну и, соответственно, сервисная служба, отсутствие, надеюсь, звонков по ночам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова